Друзья, всем привет! Сегодня 28 февраля, последний день зимы, и все, кто подписан на инстаграм нашего канала, уже в курсе, о чем будет данный сюжет, потому что они даже свои комментарии пишут, и по их комментариям мы зададим вопросы. А для тех, кто не в курсе, рассказываю обо всем по порядку. Мы сейчас находимся на севере Москвы, улицы Солнечногорска, где располагается автосервис American Service, который занимается ремонтом непосредственно американских автомобилей. Как я здесь оказался и зачем я сюда приехал? Учаясь в университете, я обзавелся другом, с которым мы совсем недавно встречались, он говорит, так у меня вот есть друг, у которого свой сервис. Они работают очень давно с руководителями, я вас сейчас познакомлю. Но приехали мы сюда с целью получения информации, важной для нас. Мы снимаем видеоролики, вы сами рассказываете, Диман 6 миллионов дорого, 3 миллиона дорого, Тусан в топе 2,3, ну куда такие цены? Соответственно, многие начинают смотреть на вторичку, и я в том числе. Одним из автомобилей, который я рассматриваю на смену Toyota Camry, это Jeep Grand Cherokee. Мне машина действительно нравится, и сегодня у меня будет возможность узнать за ее проблемы не от кого-то там на форумах, а от людей, которые своими руками чинят эти автомобили. В силу того, что мы находимся в автосервисе, ну зачем терять время, когда вот-вот уже подходит техническое обслуживание на Camry, мы сейчас ее загоним, поменяем масло, поменяем тормозные колодки, поменяем фильтры, в общем, сделаем все по мелочи. Но, здесь важно, я попрошу ребят, чтобы они независимо от себя посмотрели и сказали, в каком состоянии автомобиль. После чего, в следующем видеоролике я предлагаю сделать такой легкий эксперимент. Я приеду к одному из официальных дилеров Toyota, загоню к ним автомобиль, оплачу диагностику, скажу, ребят, третий владелец купил, езжу на машине, вообще не знаю, что с ним, в каком у нас состоянии, расскажите, пожалуйста, всю историю. Кратенько. Газ стоит, вырезаны катализаторы, перешита машина, салон переделан, по подвеске были ремонты, было несколько легких ДТП, возможно, скручен, невозможно, а, скорее всего, скручен пробег. В общем, послушаем, что нам скажет официальный дилер и что он мне новенького расскажет за машину. Я думаю, это тоже будет интересно. Ну и в-третьих, мы с вами получаем полезную, с одной стороны, даже уникальную информацию, потому что сегодня сервисов, которые ремонтируют корейцев, японцев, ваги, немцев, во сколько. Куда ни плюнь, на каждом углу корейцы, японцы, машины хорошо продаются. А вот американцев поменьше. Даже сейчас у них стоят интересные машинки старенькие. В общем, кто любит тачки, присаживайтесь поудобнее, я думаю, вам этот сюжет понравится. Все, кашу по тарелке больше не размазываю, пойдемте знакомиться. На самом деле атмосфера своя присутствует. Ну, знаете, обычно приезжаешь куда-нибудь на сервисе, везде эти Тойоты, везде эти Мазды, везде эти корейцы. А так приходишь, вот машины, да, хоть что-то новенького можно увидеть, посмотреть. Опять-таки, обратите внимание, флаги американские висят. То есть за политику мы ничего не говорим, просто почувствовать атмосферу. Чисто в сервисе. И так вот машины все необычные. Да, старенькие, но с другой стороны, интересно посмотреть на тачки. Вот у меня во дворе пацаны покупают всякую херотень, всякие копейки, фигейки. Я, конечно, понимаю, денег ни у кого нет, но с другой стороны, вот на стиле можно кататься. Купил такую, привел ее в должный вид. Вечером выехал какого-нибудь майского дня и кайфуешь. На Тойоте мы акцент сегодня делать с вами не будем. На машину я не жалуюсь с точки зрения технического состояния. Я считаю, что все там хорошо, но в любом случае, в конце послушаем, что скажет слесарь. В каком у нас состоянии его общую оценку. Сегодня мы будем делать акцент на этом сервисе, а именно на американских автомобилях. Но в первую очередь, вас нужно познакомить с руководителем данного автосервиса. Человек, который его открыл, основал и им занимается. Знакомьтесь. Дмитрий, Дим, очень приятно. Спасибо большое, что пустил в гости, что разрешил поснимать, рассказать. Вот ты мне расскажи, у меня один важный вопрос. С точки зрения бизнеса, повсюду корейцы, японцы. Вот я ребятам рассказываю, ВАК. Почему вы решили открыть Американс сервис и специализироваться на американских автомобилях? Ну, изначально это было достаточно давно. Машины нравились, брутальные, красивые. Потом это превросло в какую-то более уже профессиональную работу. А давно это сколько лет назад? Около 18 лет. Вот вы в этом сервисе уже находитесь более 10 лет. Расскажи вообще кратко, чем вы здесь занимаетесь, кто к вам приезжает. Потому что тачки, вот есть вот интересный экземплярчик, знаешь, он такой необычный. Есть машины вообще тоже редкие, довольно-таки, Ford стоит. Есть машины, которые почаще можно встретить на дороге. Расскажи вообще в целом за вас. Автомобили приезжают разные, так как мы все-таки делаем максимальное количество работ. Вот практически все услуги, соответственно, пасты электрики, слесарные работы, выставление рам. Присутствует агрегатная цеха по ремонту мостов, раздаточных коробок, автоматических коробок. Ну, практически стараемся делать все. А в целом люди вот таких автомобилей, то есть, ну, старенькие машины приезжают. Вообще, как они говорят? Доволен, все нравится или, блин, плевался, надоело, жрет много. Ведь америкосы-то они всегда славились своим аппетитом. Дело в том, что все зависит от того, какой автомобиль вы приобрели. То есть, если человек добропорядочно обслуживал машину в положенный регламент, скажем так, время и все хорошо, то машина будет в хорошем состоянии. Если человек купил кота в мешке, соответственно, начинаются проблемы. Проблемы финансовые и так далее, там, подобное. Ну, такие люди, конечно, начинают, скажем так, не то, чтобы плакать, но достаточно. Не так довольны. Да, достаточно, да. Друзья, вот это вот Девиль 89-го года выпуска. В-8, 4,5 литра объема. Ну, вы посмотрите, вот этот автомобиль действительно интересная машинка. Ну, да, куда? И капотик тяжеленький. Понятное дело, жрать будет дыханом. Понятное дело, то, что его можно купить и не вылазить из сервисов. Опять-таки, смотря все в каком состоянии. Вот такую купить, как, знаешь, как говорится, на стиле быть летом, как второй автомобиль покататься, я думаю, было бы интереснее. То есть он на ходу автомобиль завел? Да, автомобиль на ходу, его надо просто довезти дома. Слушай, ну, на самом деле, сервис у вас такой узконаправленный, да, получается? То есть к вам, по сути, наверное, из области, отовсюду едут? Да, и регионы едут, и, в общем, очень мало качественного ремонта где-то. Поэтому люди приезжают, да, издалека. Вот самое интересное, что Дмитрий сам передвигается на джипе Grand Cherokee 2012 года до рестайлинговой версии. Дим, вот расскажи, пожалуйста, почему до рестайлинговой версии, а не рестайлинговая? Более надежно сделан, меньше электроники, ну и, как правило, меньше чего ломается. Ну и по цене он, по идее, подешевле, да, за счет того, что до рестайл. Смотри, мы снимали обзор на рестайлинговую версию, там версия была с дизельным мотором. И на самом деле, если полазить по интернету, почитать отзывы у владельцев, как правило, первых, либо вторых, дизель все хвалят. Ну почему? Тяга хорошая, расход топлива небольшой и, в принципе, вроде как не ломучий. В тот же самый момент, общаясь с тобой, ты рассказываешь немного другую историю. Ну, мое личное мнение, все-таки дизель в России не так много, кто делает хорошо и нормально. Соответственно, эта машина предназначена для Европы и меньше программ, меньше информации о ней. Как правило, дороже и запчастях, и обслуживание. Ну, ты знаешь, какие-то проблемы, которые могут с этим дизелем случиться? То есть, например, если я куплю пятилетний Чирик, там, 2013 года, но рестайл. Если он вовремя и хорошо был обслужен, то проблем с ним особых нету. После пробегов 200 тысяч километров, да, у них бывают и потеки масла двигательного, и турбины, и тому подобное. Ну, в целом, машина неплохая. Слушай, ну, у нас народ все умеют считать. Вот ты говоришь, бензиновый будет практичней. Сколько у тебя расход средний? Город может доходить до 16,5 литров. Трасса это где-то 12,5, ну, 13 максимум. До 16,5? Но ты не гоняешь, то есть ты ездишь аккуратно? Ну, во-первых, сейчас негде гонять. Ну, да, везде у нас получается. Ну, в общем, и во-вторых из-за этого. 286 сил? Да. Сколько транспортный налог? В районе 40 тысяч. Ну, вот смотри, вот если посчитать, 40 тысяч транспортный налог, повышенный, раз. Если брать дизель, там, если я не ошибаюсь, в районе 17 тысяч рублей будет. Да, да, дорогой. При этом на дизеле ты сэкономишь по цене на топливо, раз. Ну, и расход же там ниже? Ну, не сильно ниже. Не сильно? Там порядка 12-13 литров. Ну, вот мне самый интересный момент. Вот если с дизелем становится, сколько примерно ремонт может стоить? Наверняка же к вам кто-то уже приезжал и ремонтировался? Смотря что смотрим. Если мы говорим про двигатель, то это 250-300 тысяч рублей. Ремонт? Да. А с коробками? Вот я знаю то, что у них раньше были вроде пятиступки автоматические. Да. Вот на них тоже же были нарекания. Не могу сказать, что прям много людей обращаются с ремонтом коробок именно на этих автомобилях. Поэтому статистик сейчас таковой-то, честно говоря, нет. Сколько он пробег на твоем автомобиле? 170 тысяч. Вот после него, что бы ты взял? Вопрос риторический, смотря по деньгам, наверное. А так, мне вообще, в принципе, нравится машина Infiniti. Достаточно хорошо сделана автомобиль. А Infiniti какая? FX-70 он как это называется. Ну, QX-70. Да, QX-70. Ну, они сейчас тоже ушли же с рынка, то есть их официально больше не придут. То есть, смотреть вторичку, там есть 3,7. 3,7. Был 3,5, 3,7 и 5-литровый двигатель. Ты бы какой взял? 3,7. Американцев типа Escalade? Escalade сейчас, скажем так, из последних. Это красивый гаджет, но очень ненадежен. Они еще пока сырые, очень сырые. То есть, и электроника, и ходовая часть поставляет желать лучшего. Предыдущие модели, 910, если мы говорим про Escalade, был более надежен. Тем временем обслуживание автомобиля подошло к концу. Давайте послушаем слесаря, что он скажет за мою, скажем так, тачку. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, у нас первое, что течь, масло из-под соленоида газопроизводительного механизма. Это первое. Раз. А второе, течь, вот масляная магистраль. Так. Пошла вниз, в блок двигателя. Так. Снизу там стоят такие подпитанные кольца. Так. Тоже текут. Ага. Вот. Сейчас подниму машину. Слушайте, а чем чревато? Ничего не буду делать, буду ездить дальше. Что произойдет? Будет все больше, больше течь, течь и в конце концов. Начнется сильная течь и останется без масла. У нас вот сорван хомут, пульник привода. Туда попадает влага, грязь. Привод приходит в выезд мост. Так, так, так. А я даже не знал. Стоит замена, в конце концов, если не ремонтировать, замена привода. Парни, вот это вообще новости, на самом деле. Я почему-то когда ехал, я думал, мне сейчас скажут, у вас все идеально, все хорошо. Это же Toyota. Далее у нас разбитые втулки заднего стабилизатора. Вот, продемонстрирую, как стабилизатор у нас полкается. Руками. Это я руками, да, свободно двигаю. То есть, отвес автомобиля, это и бутылзоваться глухой звук заднего. Ну да, особенно прилежащих полицейских, да, когда проезжают. Такие-то бахи будут звать. Вот я обращал внимание, думал, это нормально, это вот оказывается. За цехами по защите и тут нашлись. Ну это не так страшно, да, это я видел. То есть, на самом деле, это на ходовую часть не влияет. Да, конечно, некрасиво, сможет все порвано, но бог с ним. Ну, это машина все-таки. Так, дальше. Вот у нас магистраль пошла. Так, масляная. И вот из-под нее, из-под кольца давит масло. Тоже сопливится. Да, вот то, что я говорил. Дальше у нас стоит здесь газ на автомобиле. Да. У нас система охлаждения толокетчик. Да ладно. Да, система охлаждения у нас. Вот они, шланги соединительные. Так. Через тройники. Вот это следы видите? Вижу. Это на холодную начинают сопливиться шланги у вас. Ага. Это, ну, это что, связано с газом, что ли? Это связано с тем, что врезка. Газ в оборудование, в охлаждение редуктора, в систему охлаждения основного. Так, вот этот вопрос мы будем поднимать с ребятами из газа. Что это такое, бля? Когда везде делаешь обслуживание, у тебя Тойота, ты зачем вопросы задаешь? Вот я сейчас, честно говоря, в легком шоке, потому что к Диману я приехал за тачкой поговорить и просто масло поменять. Ну, вот не вот это услышать. На самом деле, куда не приедешь на сервис постоянно, ой, какая хорошая машина, а что с ней будет? Вот, пожалуйста, человек сторонний. То есть ему вообще плевать, буду я здесь что-то обслуживать? Не буду. По факту прошел сами, видите, все пальцем показал. Сейчас ребята мне выкатят лист, сколько будет стоить ремонт у них. Мы в любом случае поменяем только масло, даже тормозные колодки трогать не будем, потому что выработка больше идет по тормозным дискам. Колодки там живые, вообще там, блин, 20% износ. GMC Yukon XL с удлиненной базой. Очень интересная модель, она была тюнингована в Америке, пришла сюда уже такой с Brembo тормозами. Ну, Brembo тормоза настоящие? Да, настоящие, конечно, с перегородкой внутри. Здесь обычное ТО, ничего такого эксклюзивного. То есть машина, это в хорошем состоянии на ходу? Достаточно в хорошем состоянии, но если вы видите, уже начала потихонечку подгнивать. Соответственно, это замена крыла по правильному, а не латками. Ну, не дешевый ремонт, поэтому ждем, пока человек созреет. Пока заработает, чтобы привести свой автомобиль в лучшее состояние. Вот обратите внимание, с одной стороны, вообще неприметный автомобиль. Я уверен, многие из вас скажут, да блин, Диман, что ты нам сегодня показываешь, какие-то развалюхи. Но, с другой стороны, ты просто даже не представляешь, что там внутри. Вот посмотри, с Америки, да, тачка пришла. Раз, аккуратненько я присаживаюсь, автомобиль, бумажечку подложили парни. Да и здесь просто сразу видно, что ездили крутые ребята. Какой-то там Дональд Трамп катался, огромный диван, откинулся, телевизор, перегородка. То есть, можно все это закрыть, все в Алькантаре. Я так подозреваю, что наверняка здесь какая-то дополнительная шумоизоляция идет. Здесь вот блок управления, все на кнопках. Опустить, поднять, подогревы, спинку откинуть, климат-контроль. И самое главное, что все, знаешь, такое олдскульное, как говорится. А вот есть ли среди Америкосов машина, которую ты бы мог отметить и сказать, что вот эту машину покупаете, там, например, 5 лет, с таким-то двигателем, с такой-то коробкой, и, в принципе, проблем знать не будете. Ну, давайте разобьем все-таки американцев по рынку, не по рынкам, а по производителям. Если мы берем GM, скажем так, из доступных и качественных автомобилей, лично мое мнение, опять же, я считаю, что это Chevrolet AHA 2012 года в 900-м кузове, так называемый уже рестайлинг. Хорошо себя зарекомендовал автомобиль. То есть там, по сути, вот я на память могу сразу сказать, из минусов, это будет, как обычно для нас, это налог и это расход. Из минусов налог, если есть подножки выездные, которые чаще всего у них приходят в негодность, потому что по России это соль и так далее, это задние амортизаторы с системой подкачкой, то и, пожалуй, наверное, таких прям, чтобы явных минусов больше, наверное, не было. Так, дальше очень часто спрашивают про Ford Explorer новый. Вот Ford Explorer на него, помимо того, что он новый, из салона скидки большие делают. К сожалению, не очень хорошо зарекомендовавшийся себе по России автомобиль ломается. Часто ломается, много ломается в разных местах. Раздачные коробки у них не очень хорошо собраны. Выходит из строя часто. Масло менять очень тяжело и проблематично. В принципе, любой ремонт автомобиля Ford не очень прост. Про Cadillac CTS, который седанчик идет. Знаете, на самом деле, я считаю, что это автомобиль, конечно, он красивый, но слабая электрика, слабая ходовая, программное обеспечение не очень хорошо, поэтому с ними на самом деле много проблем. То есть ты бы не рекомендовал бы или рекомендовал бы такие автомобили покупать? Человек, который покупает такой автомобиль, должен понимать, что помимо того, что он красивый, в него нужно еще деньги вкладывать. Соответственно, если человек готов, то вроде бы у кого. Так, ну вот смотри, давай такой вопрос. Вот из всех брендов, которые представлены и продаются в России, ты можешь выделить какую-то марку и модель, которую вот 5-6 лет стоит купить, с учетом, что это 1,5-2 миллиона рублей. Вот что можно взять, поискать в хорошем состоянии. Понятное дело, друзья, что можно найти машину, которая убитая, ушатая, но на картинке она будет идеальная. Но вот если все-таки мы нашли машину из-под первого, второго владельца, который ухаживал, что стоит рассматривать в первую очередь? Хорошо, что я зарекомендовал, повторяюсь, автомобиль Шавалет Ахо, Cadillac Escalade, но это, в принципе, одна база. Гранд Чирокки, потому что мы смотрели, тоже неплохой автомобиль. Пожалуй, может быть еще, кому интересно, это Додж Рэм. Додж Рэм. Ну, редкая машина, но интересная. Так, кого не стоит покупать под любым предлогом? И в цене может быть, знаешь, такая привлекательность, что там миллиончик, машина интересная, но лучше не с у вас. Мне хорошо себя зарекомендовал автомобиль CTS, SRX, это из GM, ну и... Форды. Форды, тяжелые автомобили, очень в ремонте. Да, машина неплохая, машина хорошая, удобная, но с ними все-таки много проблем. Друзья, я вам предлагаю сделать ход конем. Вот если вам интересен какой-то автомобиль, пишите. Возможно, мы возьмем этот автомобиль у дилера на тест, приедем сюда к Дмитрию, загоним его, и чтобы он нам наглядно показал, объяснил, с чем можно столкнуться, если этот автомобиль уже обслуживать на вторичке, скажем так. Потому что первые года идет гарантия, можно приехать к дилеру, качать права, но если кончилась гарантия, на что стоит рассчитывать? Будет у нас такая возможность? Да, конечно. Можно пригнать, и ты нам все детально расскажешь, покажешь. В общем-то, по обслуживанию мы подходим к концу, и что я хочу сказать. Как вы видите сами, не так уж и безупречен автомобиль, это Toyota, за которую все так говорят. Но с другой стороны, жути нагонять здесь нет никакого смысла, потому что не все так дорого. Все, что было выявлено и перечислено, вот это, скажем так, цена за работу. Если сюда дописать сумму за расходные материалы, где-то там, вообще там, колечко 35 рублей. Факт в том, что я округлю в большую сторону 7-8 тысяч рублей, и можно будет автоматизировать, так, десятка. Привести в нужное состояние, в должное состояние, чтобы не было жалоб ни на какие-то течи нарекания. Интересный нюанс. Вот, допустим, салонный фильтр. Само крепление, которое закрывает, оно сломано. То есть, я его кое-как примастырил первый раз, но оно опять отошло. Вот сейчас мастер его заметил, говорит, что смотри, оно у тебя не держит, то есть, по сути, ты дышишь пылью, ты не дышишь воздухом. Фильтр твой тут как бы не работает. К чему я все рассказываю? Вот будет интересно загнать автомобиль официальному дилеру и сказать, расскажи ты, что ты видишь по машине, зная всю подноготную автомобиль. Поэтому это будет в ближайшем видеоролике. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Такая картина, получается, потекла. Девчонка потекла, молодая, по весне. Но ничего страшного, при ближайшей встрече доработаем все эти моменты. Слава богу, что это все не так дорого. Десяточку вложимся, ребятам заплатим. То есть, все это не проблема. Друзья, поймите правильно, я не пытаюсь сделать для вас какие-то развлекательного характера ролики. Чтобы был экшен, чтобы было смешно, мы стараемся сделать полезную информацию. Вот вы побывали у ребят, теперь вы понимаете, что можно купить, например, машину 5-7-10 летний, ездить и обслуживать. Не хотите? Да ради бога, никто вас за уши никуда не тянет. Мы делаем объективно, мы показываем, как что происходит на деле. Поэтому всех приглашаю в комментарии, высказывайте ваше мнение, пишите, советуйте, что взять на тест-драйв, чтобы с ними можно было посотрудничать. Никакой рекламы тут нету. Если вам что-то не нравится, пожалуйста, друзья, ждите другой ролик. Если же вдруг вы хотите проконсультироваться, в любом случае ссылки на них оставлю в описании. В частности, на Дмитрия. Звоните, общайтесь, ссылайтесь. Что вы от Машкова, возможно, вам сделают какую-то скидку. Не обещаю. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Там всегда выходят только свежие новости, и вы можете принимать участие в развитии нового видеоролика. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.